Езы буру, буру, езы как сагу, Буру шумила, хремела, Матерь быстро речка дышу, милан, Буру шумила, Матерь быстро речка, Как в отой вареченьке сидела голубень. Как в отой вареченьке сидела голубень, Еня сидела голубень, Еня резынушки мы. Девчонки, пошлите своим любимым. Настоящие рубашки хорошие, просторные. Вышите их любовью, потому что это всякая энергия, Которая будет поддерживать. Пришел мужик с работы уставший, Подушек-то залез, смыл все чужое, Да одел свое родное. Он у вас через полчаса летать будет. И хватит и на вечер хороший, И на ночь прекрасную силенок-то хватит. Вот как это много значит друг на друга. Если мы начинаем усиливать свое родное, То, в чем душа, много-много воплощений жила, И что нам надо сейчас сделать правдой на земле. Направо, это значит вправь. Вы смотрите, как двое сплетают в свои жизни. Вот так вот ручка сделана. И у нее тут вот-вот-вот-вот несколько таких мысиков. Я предлагаю, а внутри находится настоящий мед. Это вот то, что делали раньше, Без всяких дрожжей, безо всего. У нас есть здесь, да. У нас здесь есть еще такие пасечники, Которые просто вот исконно это делают. Честно. И мы, вы вот купили для вас, Чтобы вы попробовали. И мы это сделаем таким ритуалом. У нас есть тут твой князь. Други мои, слава нашей древней традиции, А главный у нас хранителю волшебного, Прекрасного, замечательного, чудесного, Которого и так радушного нас сегодня здесь приняло. Слава. Слава хранителю традиции русских И благости этой усадьи и покертания. Слава! Кто-то с вами не пришел, Кому-то не посчастливилось, Надо домой гостиницу отвезти. И пряник, который называется разгонят. Везде одинаковые, так сказать, Видите, прям все по форме одинаковое. Каждый отломит. Но мы здесь съесть, Съесть, но мы вам дадим. Ни в коем случае. Никто не съедал, домой уносил. А домой уносил кому? Ну, детки малые на бирд они пришли, А должны были обязательно быть Соучастниками этого дела-то. Вот, так вот. Гостиница, темологически, Это как прямо от предков. Ну вот. Мага с дядькой берут, Платочек или ткани кусочек. Да, возят до деревни. На телеге. Да, к телеге детки подбегают. Мамка, дядька, что привезли-то нам? Ой, говорит, ничего не привезли. Доехали через лес, Напали на нас хищные зайцы. Да, передали вам гостиницы. Вы сидите такими гостиницами, Прямо как в современном мире. Три в одном. Гряничек достал, съел. В зайку поиграл. Разрезал еще и стряпицы. То ли куколки одежу пошил, То ли на голову надел. То есть кому как посчастливится. Гряничка, как в отой вареченьке сидела голубенья. Как в отой вареченьке сидела голубенья. Гряничка, как в отой вареченьке сидела голубенья. Добрый день. Меня зовут Ольга. Фамилия Ванна Стойцева. Я живу в Самаре. И с Италием Владимировичем его творчеством мы знакомы долгие годы. Последние пять лет. И всегда мечтали оказаться рядом вместе. Тем более путешествовать. И сейчас, в августе 2020 года, Это путешествие на Алтай осуществилось. Мы безумно счастливы. Мы даже немного не осознаем своего счастья От общения именно с Италием Владимировичем. Ну, я думаю, что это одно из самых знаменательных событий в жизни. Это одна из самых важных встреч в жизни. Именно с мастером. Те знания, которые нам передает Италий Владимирович, Они бесценны. Нельзя изверить ни деньгами, ничем, ни временем. Поэтому мы безумно благодарны Именно персонально Виталию Владимировичу За то, что он согласился с нами вместе. Полторы тысячи километров по Алтае. На автобусах, пешком, по скалам. То есть абсолютно. То есть нам было все равно, Даже если ползком, мы все равно были с ним. И мы благодарны организаторам, Конечно, Леночке Маконорновой, Жене Чураеву, гиду нашему. Мы вас безумно любим. И все следующие путешествия мы всегда с вами. Спасибо.